Всем добрый день! Спасибо, что вы нас смотрите, слушаете. Меня зовут Татьяна Анатольевна Зеленкова-Захарчук. Я психиатр, психотерапевт Национального государственного центра эндокринологии. Всех приветствую. Мой сегодняшний доклад посвящен психосоматическим расстройствам, приводящим к эндокринным заболеваниям. Психосоматические расстройства в эндокринологии растут в геометрической прогрессии, связанной с возрастающим количеством психо-социальных стрессов. И первое, на что следует обращать внимание, еще до того, как развились эндокринные заболевания, на функциональные донозологические гормональные нарушения. Это идиопатическая психогенная двусторонняя гиперплазия надпочников, функциональный гиперкортицизм или псевдокушек, наоборот, гипокортицизм, гиперальдостерионизм на фоне эмоциогенной гипертензии, симптоматическая тиреоидная лобильность, гипергликемия или гипогликемия очень часто встречаются в структуре приступов паники, у больных, у которых нет сахарного диабета. Бывает даже функциональный кетоацидоз на фоне стрессов и транзиторная гиперпролактинемия без эндокринных заболеваний. И на этой стадии у наших пациентов два варианта течения. Первый вариант – обратимые состояния, если вовремя обратились за помощью, мы условно называем это психосоматическая стадия. И второй вариант, который уже переходит на потенциальную или субклиническую стадию эндокринного заболевания. И здесь уже на фоне психоциальных стрессов происходит поломка гена аутоиммуно-регулятора. Притом у близнецов с одинаковыми носителями гена может не развиваться болезни. Не всегда показатель носитель гена указывает на то, что заболевание проявится. И возникает стресс-индуцированное аутоиммунное заболевание, тиритоксикоз, болезнь Грейвса, гипотириоз, аутоиммунный сахарный диабет, первичный гипокортицизм, полиграндулярные синдромы, онкоэндокринные заболевания, папиллярный рак щитовидной железы, адренокортикальный рак. У пациентов этой группы выявлено хронически депрессивные, тревожно-депрессивные расстройства, длительно нелеченные и тоже рассматривается как предвестник развития тяжелых психосоматических заболеваний. Первое, на что реагирует эндокринная система, это репродуктивная система на стрессы, самая уязвимая как у мужчин, так и у женщин. У женщин это дисфункция яичников репродуктивного периода, стрессогенная эндометриальная дисфункция, у мужчин репродуктивной дисфункции, на хронических стрессах, тревога ожидания или неудачный опыт предыдущих отношений. Схематично можно так представить. Психосоциальные стрессы накладываются на эпигенетическую уязвимость, возникает истощение адаптационных ресурсов и снижение стрессоустойчивости, также возникает дисфункция гипоталамогипевизарной системы, возникает гиперкортизолемия, гиперэндергения, дисгликемия. Психические расстройства включают в себя расстройства приема пищи. И на психосоматических соотношениях, там, где расстройство приема пищи по типу переедания, возникает ожирение, там, где расстройство приема пищи по типу ограничительного пищевого поведения, дистрофия. И возникают наши общие психосоматические процессы. Несистемное воспаление, есть ли лишний вес, инсулинорезистентность, аутоиммунные процессы. И в дальнейшем запускаются уже тяжелые эндокринные заболевания, устопороз, синдром поликистозных яичников, преждевременная недостаточность яичников, доходящая до бесплодия, вторичная надпочечниковая недостаточность и на фоне ожирения сахарный диабет второго типа. Итак, основные психосоматические расстройства, которые приводят к эндокринным заболеваниям, включают в себе расстройство приема пищи по типу переедания, приводящее к ожирению сахарного диабета второму типу, и по типу недоедания, приводящее к дистрофии диапатическому или психосоматическому остеопорозу. Отдельно выделяют поликистоз яичников с четырьмя фенотипами, тоже эпигенетически обусловленные, где психопатология включена в сам синдром. Надо сказать, что на данный момент в клинических рекомендациях как по поликистозу, так и при ожирении включены уже необходимость проведения или направления на консультацию к врачу-психиатру-психотерапевту, желательно специализирующемуся в области психосоматики. Надо сказать, что как психическая и ментальная сфера, так и эндокринная с гормональной регуляцией тесно переплетается с самого рождения и накладывает отпечаток на психосексуальное развитие. Начиная с трех лет очень важно, какие происходят поведенческие формирования и психики, и гормонального развития, которые накладывают в дальнейшем след на реализацию или проблему в реализации восприятия себя в личной жизни, в социальной жизни. И очень важно уделять здоровью внимание с самого раннего детства, потому что формирование именно с детского возраста определяет реализацию во взрослом возрасте. И у пациентов с ожирением с сахарным диабетом второго типа страдают репродуктивные функции, стрессозависимые нарушения менструальной функции, ановуляторный менструальный цикл, преждевременная недостаточность яичников, психогенная диспаруния и психогенная или диапатическая бесплодие. И когда мы видим у подростков отказ от взросления и страхи взрослой жизни, наши эндокринные гинекологи это видят в виде дисфункции яичников с альдисминареи. Оторжение своего взрослеющего тела со стремлением вернуться в детский вес, это расстройство приема пищи на фоне вторичной альдисминареи, у обсессивно-компульсивных расстройств личности. Зависимые личности нам показывают, что у них преждевременное угасание яичников, а в психосоматике мы видим, что они выстраиваются у зависимых отношений, и у них позиция в виде жертвы, абьюзеров и газлайтеров. Также избегающие личности, страдающие вагинизмом, диспорунией, отказ от половой близости, страх проникновения, отвращение к обнаженному телу. Стрессогенные и психосексуальные расстройства сейчас очень возрастают, и мы видим, что стрессы негативно влияют на психосексуальное развитие. Гетеросексуальность рассматривается как сопряженной с эмоциональной зрелостью и с тем, чтобы стрессоустойчивость, запас прочности сохранялся на всех этапах формирования личности. Если происходит сбой психосексуального развития, мы видим регресс в виде замещения невротических сексуальных первесий. Сюда же и включен пищевой невроз, пищевая аддикция, фидеры и фиди. У пациентов может быть с ожирением отказ от половой жизни, а сексуальность. То есть это эндокринные расстройства сопряжены и с психическими нарушениями. И обращаясь к семье, мы видим, что нарушение пищевого поведения формируется в родительской семье. Мы видим вот эти симбиозы патологические, когда родители тормозят сепарацию, а дети как бы отказываются взрослеть, и потом это проецируется в личную жизнь. Если она есть, то тоже носит такой невротический патологический характер. У женщин старшего возраста мы видим дисморфобию взрослого периода, не только в подростковом возрасте. Это отмечается, когда пациентки, обращаясь на прием к эндокринологам, легко худеют, легко соблюдают диеты. Но когда вес приближается к нормальной массе тела, у них возникает страх. Страх, что мужчина обращает внимание. И из-за таких тревожно-невротических расстройств они обратно уходят в болезнь. И это очень важно перед бариатрическими операциями корректировать. Иначе здесь риск не только того, что они после бариатрической операции вернутся в лишний вес, но и в суицидальное поведение опасно. Очень важно обращаться вовремя к психотерапевтам, к клиническим психологам, для того, чтобы корректировать психологические проблемы на уровне, если есть сузависимые, эмоционально незрелые отношения, контрзависимые. То есть это отражается на все здоровье в целом. Расстройства приема пищи. Как они вообще формируются? Они формируются в результате патогенетических и клинических взаимодействий, психотологических и эндокринных нарушений, образуя между собой психосоматические соотношения. И здесь необходим межзистеплинарный подход, потому что только психиатры и психотерапевты не могут охватить ту эндокринную часть, которую сталкиваются эндокринологи, диетологи. И все мои расстройства приема пищи делим на два главных варианта. Первое – это расстройства приема пищи, переводящие к уменьшению массы тела, нервная анорексия, характеризующаяся навязчивым стремлением снижать вес, путем самоограничения объемов принимаемой пищи, сопровождаются дисморфическими нарушениями, с непринятием своего тела в норме, с комфортным восприятием себя в дефиците массы тела, то есть у них искажено восприятие себя в реальности. И также больные с ожирением и сахарным диабетом второго типа, с ожирением, у которых расстройства приема пищи по типу переедания. Их достаточно много. Ожирение на сегодняшний день приобретает уже характер неинфекционной пандемии. И здесь, конечно, надо понимать, что пациенты с расстройством приема пищи не всегда грустные, наоборот, они могут быть веселыми, общительными, доброжелательными. То есть расстройство приема пищи маскирует ту психопатологию, которая скрывается за внешним фасадом этого благодушия. Растет смертность от психогенной дистрофии. Другая крайность. И сейчас уже второе отделение психиатрической больницы номер один имени Алексеева открывается, которая именно занимается расстройствами приема пищи по типу нервной анорексии. И мы сталкиваемся с такой дихотомией. С одной стороны, еда при ожирении воспринимается как поощрение, награда. Хочется продлить удовольствие, успокоиться. А с другой стороны, у больных анорексией еда воспринимается негативно, как угроза увеличению веса. И поэтому ведет поведение пищевое к отказу от своевременного принятия пищи. И голод более благостно воспринимается, чем лишняя еда. Другая сторона нервной анорексии, нервная булимия. То есть после того, как рестриктивное, ограничительное пищевое поведение начинает развиваться, человек не может долго голодать, не есть. И анорексия начинает перемежаться с булимией, с приступами неконтролируемого переедания и с последующим очистительным поведением. То есть вплоть до сопровождающей агрессии. Пациенты из-за того, что не могут сдержаться от переедания, наносят себе самоповреждения, не носящие суицидальных намерений. И очень активно занимаются очистительным поведением, вызывают рвоту, пьют слабительные, мочегонные, всячески стараются невротически контролировать увеличение веса, которого они так боятся. И нервная анорексия и булимия сопряжены дисморфическими расстройствами. Это психопатологические расстройства, характеризующиеся нарушением восприятия образа тела, формы тела или отдельных частей тела, либо образов в целом. И стремятся что-то с этим делать аутоагрессивно. Это основные пациенты пластических хирургов. Там тоже надо к ним относиться очень аккуратно и дифференцированно, потому что у них невротический перфекционизм, и тяжело добиться того идеала, которого в реальности не существует. и которые они требуют невротически одержима от себя. У мужчин растет мышечная дисморфия. Это воспринимается как подтип дисморфического расстройства, когда мускулино-рельефное тело воспринимается как часть психосексуальности. И мы видим мужчин, которые калечат себя злоупотреблением стероидными анаболиками, жиросжигателями, подвергают себя различным изощренным диетам с ушками. И от самой реализации личной жизни они отходят, увлекаются невротическими отыгрываниями своих комплексов. Тем временем растет конгестивный застойный простатит с негативными последствиями по андрологии. И возникает остеопороз. Это очень печально, когда множественные переломы позвоночника компрессионные приводят, что уменьшается вес и еще больше загоняет мужчин от возможности реализации личной жизни. Очень важно нашим пациентам объяснять, что не всегда, когда какие-то диспептические проявления, что это расстройство приема пищи. Есть так называемая психогенная рвота, которая характеризуется непроизвольным возникновением рвоты после каждого употребления пищи, но чаще всего на фоне стрессов. Или наоборот, психогенный отказ от еды, они не считают калории, здесь не связано с тем, у них нет страха поправиться. То есть временный отказ от еды, или если они пересиливают в себя самопроизвольная рвота, это все как тоже проявление невроза. Расстройство приема пищи по типу переедания мы делим на разные степени, легкую степень, среднюю, тяжелую. Конечно, у пациентов с морбидным ожирением это тяжелые степени, там уже не говорим о каких-то пищевых неврозах, там уже эпизоды крейлинга, они носящие уже такой психотический характер, уход в постоянное пищевое поведение, при этом они могут не осознавать, что они переедают. Синдромальная классификация расстройств приема пищи по типу переедания включает в себе 6 основных синдромов. Это стрессогенное переедание, гедоническое, компульсивное, перманентное, вечернее, ночное. Чаще всего у пациентов встречается полисиндромальное переедание, это 2 или более вида у одного пациента, и даже встречается пансиндромальное переедание, когда все виды переедания встречаются у одного пациента. Очень важно выделять периоды дебюта или экзацербации расстройств приема пищи, это детский возраст, подростковый возраст, в течение жизни стрессогенные ситуации. Притом надо сказать, что стрессогенные ситуации – это не просто стрессы, можно сказать, что они у нас у всех, а именно те, где выбор во время стресса идет против себя, по типу психологических заложников. И это уже показатель, что будет отыгрывание зависимого пищевого невроза. Если все это не лечить, приобретает характер невротического развития, и следующий возрастной кризис – это период менопаузы, возрастного гипогонодизма. Фитальный дебют – это вот та группа, которая дает нам морбидное ожирение, это детские кризисы возрастные, 3-5 лет, 6-7 лет, перманентное переедание, когда постоянно хочется есть. Отсюда с детства возникают хронические депрессивные расстройства. Подростковый дебют – это вот то, что вначале было сказано, дисморфические расстройства, нервная анорексия, булимия, сопряженные с недостаточным ресурсом для выработки адаптивных стратегий по взрослеющему типу и стресс-зависимыми нарушениями менструального цикла. Здесь прегурексия, очень печальная анорексия во время беременности, когда женщины пытаются скрывать формы тела, скрывать живот, поддерживать стройную фигуру. Это ведет к патологии не только молодой женщины, но и для плода может негативно сказываться. Во взрослом возрасте здесь уже преждевременная недостаточность яичников и негативный сценарий в социальной и в личной жизни – все это очень сопряжено. Расстройства приема пищи не встречаются сами по себе. Они в основном представлены облигатными проявлениями в структуре основных ядерных психических расстройств. Здесь практически вся пограничная психопатология, 70% – это депрессивные расстройства, дальше у нас тревожнофобические неврозы, псивно-компульсивные, с различными навязчивостями. Навязчивостями – самотофорное расстройство, это когда различные боли в голове, в животе, в других частях тела случайно заедаются, боль проходит, и уже замыкаются на том, что поел, не только успокоился, но и болевые ощущения в теле ушли. Расстройства личности в основном зависимые, тревожные, демонстративные. И в 35% случаев расстройства приема пищи связаны с другими зависимостями – трудоголизм, дипсомония, кредитомония, игромания, шопингомания. И если характеризовать дебют, то все четыре группы имеют свою психопатологию. И два слова о лечении. Конечно, очень важно вернуть наших пациентов, не просто чтобы они возвращались к здоровому весу, если с ожирением, то уменьшали вес, если с дефицитом массы тела, то увеличивали вес до нормы, но наша с вами общая междисциплинарная задача – вернуть наших пациентов в здоровье, чтобы они там и остались. Это на сегодняшний день самая сложная, но самая перспективная стратегия, чтобы выработать общие наши алгоритмы действия. И важно также у условно здоровых профилактику и синдрома выгорания, укрепление стрессоустойчивости и не бояться обращаться к специалистам ментального здоровья. И для восстановления здорового стиля жизни необходимо, если есть клинические проявления психопатологии, это мишень для психофармактерапии. А для того, чтобы внутренние конфликты психологические разрешить, это, конечно, психотерапия. Здесь очень важно выбирать антидепрессанты по нейромедиаторным синдромам. Не забывать, что если есть апатия, это показывает на дефицит норадреналина, и это высокопатентные антидепрессанты, их немного, венлофоксин, долоксетин и старых трициклических кламипромин. Но если нет противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы, то он лучше всех справляется с апатией и навязчивыми неврозами. Поэтому очень важно укреплять наше междисциплинарное сотрудничество, чтобы не только пациенты, но и врачи разных специальностей не боялись взаимодействовать с психиатрами, психотерапевтами, которые специализируются в общесоматической сети. Спасибо всем за внимание. Благодарю, что вы все прослушали. Если есть вопросы, готовы на них ответить. Есть вопросы. На ваш взгляд, какова роль хронического недосыпа влияет на развитие избыточной массы тела? Спасибо за вопрос. Очень актуальная тема. Врачами, эндокринологами доказана роль нарушения циркодианных ритмов, потому что с 22 часов до 6 утра как раз осуществляется главная гормональная регуляция всех органов и систем. Наш организм не просто отдыхает, но активно работает на восстановление функциональности всех органов и систем. Поэтому хронический недосып нарушает гормональную регуляцию. И мелатонина, и серотонина, и кортизола. Все это сбивает. Уже начинаются функциональные гормональные нарушения. И со стороны психики хронический недосып истощает адаптационные ресурсы. И тут уже психопатология с расстройствами приема пищи по типу переедания. И вот они сливаются. И функциональные гормональные нарушения, и психопатология, и все это хроническая усталость, и аутоиммунные эндокринные нарушения. И все здесь приводит к увеличению массы тела, к ожирению. И, так сказать, к истощению всего организма. И риск, что где-то пробьет какие-то аутоиммунные эндокринные заболевания. Поэтому все начинается. Все очень просто и банально. Здоровый образ жизни, полноценный сон, регулярное сбалансированное питание, регулярные умеренные физические нагрузки. Не нужен фанатизм. Но проблема в том, что если пациенты загоняются, а сейчас в современном мире очень тяжело держать нагрузку по всем сферам социальной и личной жизни, то уже просто банально не хватает сил, ресурсов на поддержание здорового образа жизни. Поэтому и нужны здесь антидепрессанты не бояться, чтобы вот эти силы вернуть для того, чтобы вернуться в здоровье и там остаться. Хронический недосып – это первый этап нарушения здоровья.